В начале планерного совещания начальник штаба полиции Леонид Чуйко сообщил о росте краж и грабежей. Связано это с тем, что вместе с туристами на курорты летом устремляются и искатели легкой наживы. Первые представители так называемого гоп-стопа уже задержаны. Возбуждено уголовное дело. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева идет ежедневная работа по выявлению незаконной иностранной рабочей силы. В отношении иностранных граждан по статье 18.8 составлено в отношении 19 человек составлены материалы перед нами и граждане подразделения УМС для принятия решений и выдворения за пределы Российской Федерации. Восемьи шедения за эти 19.6 уже выявлено. Многие улицы города к началу лета были капитально отремонтированы, но разметки на них до сих пор нет. Первый заместитель главы Светлана Яровая поставила задачу управлению ЖКХ подготовить техзадание по нанесению новой дорожной разметки на улицах курорта. Время на подготовку – сутки. Завтра оно должно быть в правом управлении на самом салоне. Соответственно, 29-го оно находится в соответствующей неделе для размещения. Замглавы Людмила Гузенко акцентировала внимание, что с 1 июня начинается массовый заезд в детские здравницы. В связи с чем необходимо заранее провести тематическое заседание Межведомственной комиссии. Тему проведения летнего сезона продолжил замглавы Юрий Поляков, озвучив правила работы предприятий торговли и развлечений. Запретить приготовление торговли в рулетах шармой, курами, гриль, шашлыком, выпечкой, молочными коктейлями. Следующая реализация пива в розлив и свежевыжатые соки будет осуществляться только в стациональных предприятиях общественного питания. С подведением необходимых коммуникаций запрещена игра на музыкальных инструментах с 23 до 7 утра. Музыкальное оформление в предприятиях общественного питания является лишь частью оформления объекта и не должно превышать 65 ДЦП. Не допускается применение коровок и на открытых площадках в кафе и парках. Кроме того, администрации выделено 35 бесплатных торговых мест для льготной категории граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, участники боевых действий в Афганистане и Чечне. За порядком на пляжах будет следить все то же муниципальное предприятие, объединение курортных услуг, но под руководством нового начальника Дмитрия Попандопола. Должность начальника правового управления занял Сергей Усков. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа. Регион.